Добрый день много уважаемые зрители канала Дмитрий Март лайф сегодня предлагаем 43 выпуск новостей мартовские иды беженцы откат отказываются покидать ригу что же случилось оказывается с 1 июля рижский центр поддержки беженцев отказывается размещать их на территории столицы Латвии конечно беженцы в шоке они спрашивают у латвийских чиновников что же нам делать а в рижском центре поддержки беженцев говорят а почему вы приехали в Ригу в Латвии много других городов едьте туда в общем между Ригой столицы Латвии и иными населенными пунктами центральной республики прибалтики возникло напряжение увы в Риге явно прошла эйфория по поводу беженцев теперь они стали обузой для столицы Латвии судя по всему отмашку дали на самом верху иначе бы внизу вряд ли бы так поступали кстати развеян миф о тысячах тысячах беженцев которые прибывают в Ригу оказывается в Риге на сегодняшний день всего лишь 1800 беженцев то есть менее двух тысяч выяснилось что многим уже попросили покинуть гостиницы многих им сказали мол с вещами на выход возникает конечно закономерный вопрос а куда им податься рижские власти говорят так едьте в другие города Латвии там вам может быть помогут мэр Ригистакис тот самый который очень любил беженцев теперь говорит извините мест нет у нас уже перебор Мартинштакис развел руками мол Рига не резиновая в Рижский центр поддержки беженцев 1 июля был обратилась всего лишь 64 человек кстати рижский дом конгрессов это наследие проклятого советского прошлого ну вот сегодня здание пригодилось оказывается при желании здание можно не сносить а можно вот даже посмотрите сделать подсветку в духе времени это к вопросу о желании снести памяти к освободителям риги в задвине на левом берегу даугавы но вернемся к беженцам 1 июля как мы уже сказали в рижский центр поддержки беженцев обратилась 64 человека из них 8 детей две семьи были животными новоприбывшим сказали четко извините в риге мест нет в общем едьте в другие города ну и 6 человек отправились губы на это 161 километр по прямой от риги вот на карте рига слева черника губы на красненькая справа беженцы возмутились как же так мы приехали в ригу и думали что будем жить в столице а тут какая-то губы на и в общем настоящая тму таракань в латвийском варианте ну в общем народ возмутился до губы на и конечно городок маленький у него всего лишь 7 тысяч жителей к тому же как пишут местные сми в основном говорят на латышском языке в отличие от той же риги парадокс в том что в столице латвии беженцы говорят на русском языке на великом и могучем хотя у себя на родине многие из них категорически отказывались на нем говорить а тут вот пригодился в общем из прибывших 60 64 человек свыше 50 категорически отказались уезжать из риги тут возникла еще одна проблема оказывается беженцы не хотят работать на селе причем категорически отказываются собирать ту же клубнику хотя как сказала председатель правления латвийской ассоциации садоводов мара рут за те у местных сельских производителей были большие надежды именно на беженцев однако беженцы категорически отказываются собирать клубнику и вообще выполнять какие-либо сельскохозяйственные работы в топе работа в кафе и ресторане и чаевые и покушать можно очень классный среди беженцев считается работа в отеле в гостинице или в хостеле многие мечтают о работе горничными что касается клубники то можно торговать на рынке но конечно нужно знать государственный язык латвии в общем попали в риге беженцы из полымя в пламя именно так выразилась одна беженка хотя конечно нужно говорить по-другому из огня до в полымя в общем из одной не порядок неприятности до в другую как посетовала уже упоминавшиеся выше председатель правления латвийской ассоциации садоводов мара рут за те половина урожая клубники в прошлом году из-за нехватки работников осталось на поле в общем сгнила в этом году ситуация повторяется несмотря на то что в латвию прибыло немало рук рабочих рук и люди говорят так мы же работали у себя там инженерами на каких-то руководящих порой должностях а тут должны горбатиться в поле нет спасибо до согласно и работа на в поле конечно не из легких все время нужно напрягаться в общем физически труд это тяжелый как заверяют латвийскому агентстве занятости для беженцев мог мог беженцы могут рассчитывать аж на 5000 вакансий но если присмотреться то вакансий примерно такие же как сбор клубники в поле с другой стороны ясное дело что должность президента латвии не предложат она уже занята причем условно говоря беженцам из германии но германия это же совсем другое дело как вы понимаете мы имеем ввиду эгелса которого пригласили на царство в общем управлять латвией но что ж не всем так везет как товарищу ой извините товарищ он был советской латвии в которой родился теперь он уже господин не всем так везет судя по всему беженцам придется покинуть и ригу и другие города латвии рано или поздно они говорят что рассчитывали совсем на другой прием с другой стороны по словам беженки оксаны она увидела что такое европа изнутри и вот сейчас 1 июля на 90 почти что процентов дорожает газ опять в латвии в общем ситуация очень тяжелая по словам оксаны как мы можем что-то требовать от отрижан и других жителей латвии если многие из них сами едва едва сводят концы с в старые риги можно увидеть нищих да и бомжей немало неужели мы хотим жить в такой европе задает риторический вопрос бешенка оксана да это наверно только издалека кажется что берега кисельные а река молочная обычно латвии пишут туристы которые посещают старую ригу сидят в ресторане в общем проводят весело время с пачкой денег в кармане а потом отпуск заканчивается и они возвращаются домой и говорят как классно было в риге но они о негативе стараются не вспоминать как бы там ни было ясно что рижские власти умыли руки с другой стороны ригой и не такое видала за свою многовековую историю согласитесь вы смотрели очередной сорок третий выпуск новостей мартовские иды беженцы отказываются покидать ригу спасибо за внимание ставьте лайки нажимайте на колокольчики а уже завтра будет сорок четвертый выпуск новостей мартовские иды так что до следующих встреч надеюсь что они будут продолжаться еще долго хотя конечно много нюансов до свидания